Доброе утро, Оля! Сегодня в Керченском филиале канала Крым-24 достаточно насыщенный день. Наши корреспонденты пообщаются с сотрудниками музея и узнают, как проходит оцифровка книг редкого фонда специальными сканерами. Эта работа выполняется в рамках проекта, совместного проекта президентской библиотеки и научной библиотеки Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Подробнее об этом можно будет узнать в нашем выпуске сегодня в 19.30. Вместе с хорошими новостями сегодня мы поговорим и о хороших привычках здорового образа жизни. Я хочу представить вам нашего гостя. Это тот человек, для которого сезон купания в море практически круглогодичный. Николай Тимченко, он лидер молодежного движения «Моржи Керчи». Коля, здравствуй. Доброе утро. Скажи, пожалуйста, подробнее о своем движении, в чем его смысл и в чем польза закаливания. Польза закаливания – это в первую очередь… Благодаря закаливанию человек приобретает, скажем так, богатырское здоровье. То есть он насущается той божественной энергией, которая заложена в самой матушке природе. То есть нашему движению около четырех лет уже. То есть мы начинали в 2015 году. Это как я сейчас помню. То есть начинали мы в октябре месяц. Первая наша сходка была на пляже «Институт». Я написал предложение, мол, там подслушанно есть такой вот чат. Кто хочет примкнуть, все такие «Вау, как? Как? Зачем туда идти?» То есть холодная вода, вы почему там ненормальные все в этом роде? То есть мы за природу. Я пришел, и пришел еще один парень. И вот так вот, собственно, мы вдвоем начали прокачивать движение «Маржи Керчи». Потом еще пришло пару человек, потом еще пару. И так наше движение начало разрастаться. То есть сейчас вот нам уже четыре года, и о нашем движении многие знают. То есть, как мне говорят вот люди, допустим, Симферополь, Ялта, Севастополь, то есть что движение «Маржи Керчи», «Валроскерч», оно является одной из самых популярных в Крыму. То есть нас постоянно приглашают в Ялту, Севастополь. То есть мы называем это своего рода выездами. То есть мы там можем поехать в Севастополь, там покупаться там с ребятами. Это очень круто. Это объединяет. Это объединяет какое-то такое вот мощное движение. То есть за нами следят с других уголков России. То есть это очень приятно. Это очень греет душу, потому что все это делается от души для души. Скажи, с чего вот новичку нужно начать закаливание? Это можно сразу в прорубь с головой или все-таки как-то постепенно? Есть у меня, наверное, такая коронная фраза. Это самое главное решиться. То есть написать мне там в любой социальной сети, позвонить мне по номеру телефона, то есть договориться. Вот. Прийти к нам. То есть посмотреть, как все это делается. В первый раз можно прийти просто посмотреть, как мы там общаемся, там потом раздеваемся, как тяжело подойти к морю, решиться там, кто войдет, кто прыгнет. То есть самое главное это решиться. Даже были такие моменты, то что человек приходит к нам, он уже раздевается, решается. Ну как решается? И он стоит и не знает. Вот ему страшно просто это сделать. И приходится подходить к нему и подбадривать. Либо толкать. Либо толкать? Да. Но это не грозит ничем? То есть может быть у кого-то сердце там или еще что-то. Вот может стоит все-таки начать постепенно? Постепенно дело такое. Вот, допустим, да, ножки намочить, к примеру, можно. Каждый день, допустим, перед сном человек приходит, допустим, с работки, покушал, душ горячий принял и просто в конце холодной водичкой ноги облить. То есть это уже первый шаг закаливания своего рода. То есть это уже положительно будет сказываться на здоровье в целом организма. А ты помнишь свой первый опыт? Не заболел тогда? Да, безусловно. Это был крутой первый мощный опыт. Тогда это был конец января 2015 год. Я решился просто сделать это. Я почитал о пользе. В тот момент мне врачи ставили диагноз вегетисосудистая дистония. К сожалению, большая часть молодежи на данный момент болеет этим недугом. Но мы знаем, как помочь. Есть определенные работы над собой. В комплексе все это работает очень отлично. То есть помимо закаливания. В общем, я выехал в лес, можно сказать, и искупался. И потом сам начал делать выезды на природу. На природу, на набережной купаться, независимо от погоды. То есть первые полгода я сам закалялся. Кого не спрашивал, кто хочет со мной, все говорят, нет, нет. Коль, ты чего таким заниматься? А я оттачивал, скажем так, дух, силу духа, что ли. Потому что купался независимо, какая погода была. То есть ураган, снег, дождь, неважно. Среда, среда, иду, купаюсь. Скажи, пожалуйста, я вот видела недавно в социальной сети такую новость, что именно в этом году к вам примкнуло, так скажем, необычно большое количество людей. И мы видели, как на набережной действительно много людей купались уже в осеннее время. Скажи, с чем это связано? Это просто еще пока теплая вода была? Или все-таки работает ваша пропаганда здорового образа жизни? Вы знаете, безусловно, работает пропаганда наша, потому что работает она и работает очень хорошо. Просто у меня какой-то подход ко всему этому, что просто людям нравится. Нравится быть в нашем движении, нравятся наши сходки, нравятся наши выезда на природу, потому что каждая наша сходка уникальна по-своему. То есть чаще всего все-таки нам нравятся выезда на природу, это закалка четырьмя стихиями. То есть мы приходим там, разогреваемся там, купаемся в море, делаем костер, там общаемся, то есть, ну, в общем, здраво проводим время. А насчет увеличения количества участников, все верно, то есть люди идут к нам, людям интересно. Есть как старая школа, то есть мы там 3-4 года кто в теме уже, и новая школа, там 15-летняя есть, ребята, которым очень нравится с нами, это греет душу. Также девочка там есть, 17-летняя, там 19-летняя, им нравится. Они приходят ли с детьми, вот, ну, поменьше, там, 6-8? Пока тепло, пока тепло. И все-таки когда холодает, уже вот опыт получен, люди как-то, ну, откладывают, скажем так, момент. Сколько вот на сегодняшний день в таком, скажем, в активном, да, вот, действии у тебя людей, вот кто каждый приходит на каждую вашу сходку, каждый раз купается? 7 человек. То есть как бы время, ну, уже 4 года, то есть бывает там состав меняется, и это хорошо, в принципе. Ну, 7 человек остаются, вот самые такие вот преданные, скажем так. Это круто. Скажи, пожалуйста, чем вот вы занимаетесь, вот помимо, так скажем, закаливания, да, я знаю, что вы ведете здоровый образ жизни, более того, полезный для города, да, вот о том, что вы высаживали деревья, да, то есть какие еще есть планы в этом направлении? Планы, да, вот, что приходит в голову благое, благое, то и делаем, то есть. Вот, да, высадили саженцы, так точно, то есть вот в воскресенье мы там высадили 10 саженцев дуба на морвокзале, собрали людей, человек 10 где-то было, вот, поехали, выкопали, посадили, вот, во благо города-героя Керчи, то есть мы рады то, что он становится лучше. То есть вы еще и патриоты, да, такие, получается? Своего рода да, потому что, потому что приятно вкладывать в свой город, ну, так же вот я сейчас запускаю акцию, то есть «Озеленим Керчь вместе». Каждый желающий, вот, если, ну, вдохновившись, допустим, то, что мы смогли посадить там саженцы, то есть каждый это сделает, то есть пойдет там, выкопает где-то там в парке там саженец просто, или купит и выйдет с семьей, вот, с любимым человеком, там, если уже нет, то с животным там просто, и сделает доброе дело, посадит саженец, напишет хэштег там «Озеленим Керчь вместе» и пришлет нам, мы это опубликуем. Ну, у нас утренняя программа, и вот скажи, с чего ты сегодня начал свое утро, и вот какие советы ты бы дал нашим зрителям для здорового утра? Ну, прежде всего это, опять-таки, решиться. Решиться быть здоровым, решиться быть сильным. Самое главное – режим все-таки. Проснуться утром, то есть потянуться там. Я, допустим, начинаю это там дело, проснулся первым делом, морковочку почистил, там соковыжималку ее, со сметанкой и класс. Потом некоторые там практики из йоги, делаю асаны, контрастный душ, ну и наработаю, то есть. Коль, спасибо тебе большое за такую приятную и полезную беседу. Я напомню, что у нас в студии со здоровыми новостями был Николай Тимченко. Это лидер молодежного движения «Моржи Керчи». Ну, на этом у меня все. Коллеги, вам слово. До новых встреч!